Итак, открываем учебник Йонт, 279-я страница, 254-я, и Юля, тебе слово. Наш мой реферат на тему триады христианского образования. Здесь автор описывает триаду христианского преподавания и тот дисбаланс, который может возникнуть, если слишком много внимания уделять одной из систем. Это когнитивный, психомоторный и эмоциональный. А также рассказывает о конкретных принципах обучения, соответствующих каждому из компонентов. На реальном уроке мы не можем сосредоточиться на одной из теорий обучения, если действительно хотим помочь своим учащимся получить знания. Мы не можем остановиться на какой-то одной системе. Хороший преподаватель свободно движется от системы к системе. Триады христианского преподавания помогают получить сбалансированный подход к обучению. Мы уже говорили о трех классах человеческого опыта, и здесь автор представляет их в виде триады что я думаю, что я чувствую и что я делаю. Сейчас мы вкратце вспомним, что они из себя представляют. Первое, что я думаю. Это рациональная сфера познания, формирование понятий, разрешение проблем, анализ, синтез и оценка. Если учащиеся должны возрастать в Господе, они должны воспринимать не только слова, но и значение Слова Божьего. Такого рода обучение является результатом когнитивного процесса. Второе, это что я чувствую. Это эмоциональная или аффективная сторона жизни. Чувства, отношения, ценности и приоритеты. Если разум это то, что мы думаем, то есть наша голова, то эмоциональную реакцию мы должны рассматривать как то, что мы ценим – наше сердце. В библейском понимании сердце включает в себя мысли, чувства, действия и волю. А также часто в Библии термин «сердце» обозначает аффективную сферу жизни. Мы должны помогать учащимся личностно воспринимать библейские истины. Они должны двигаться от учения к образу жизни. Если учащиеся не будут ценить то, что сказал Иисус, они не станут воплощать его учение на практике. Это результат эмоционального обучения. И третье, что я делаю. Это поведенческая или деятельная сторона жизни. Мы можем прекрасно понимать, что такое любовь, но любим ли мы? Мы можем верить в прощение, но прощаем ли мы? То, что я делаю в своей жизни, то, как я строю ее – отражение того, кем я являюсь. Мы должны не просто учить истине, но и говорить, как жить в соответствии с этой истиной. Следовательно, задача пастора-учителя – обучить людей правильному мышлению, суметь лично вовлечь в процесс обучения каждого и обучение применения истины на практике. Проблема в том, что каждый человек более предрасположен к развитию одного из трех элементов триады. Некоторые делают акцент на разуме, другие – на эмоции и третьи – на поведение. Но любой дисбаланс в жизни может привести к поломке. И мы сейчас рассмотрим последствия этого. Учащиеся, которые ставят разум выше, чем чувства и поведение, могут быть названы мыслителями. То есть для них важно это обучение Библии, конкретно слово. Им неинтересны какие-то там песенки душесчипательные, им неинтересно, если, например, будет дискуссия какая-то проходить. То есть им интересно конкретное научение о Божьем Слове. Проблема здесь в том, что изучение Библии превратится в чисто академическое занятие. Когда мы сосредотачиваемся на разуме, в ущерб чувствам и поведению, то подвергаемся риску скользиться в сухое, безличностное, абстрактное знание от головы, которое никак не влияет на нашу жизнь. Или, может быть, влияет, но слишком мало. Одно дело – понимать, что такое честность, и другое дело – быть честным. Одно дело – понимать, что такое любить, и другое дело – действительно быть человеком, который любит. Понимание христианских принципов и духовных понятий могут привести к гордыне, если не сделать их частью своей жизни. Следующее – это учащиеся, которые больше внимания уделяют эмоциональной стороне. Они называются чувствующими. То есть здесь, наоборот, человеку очень интересный личный опыт, какие-то дискуссии, постоянно слушать мнения людей, именно что у них лично, личностно происходило, узнавать их личный опыт, петь песни какие-то эмоциональные такие. Здесь проблема этой крайности в том, что изучение Библии может в таком случае стать чисто субъективным. Когда мы уделяем внимание эмоциям в ущерб поведению и разуму, то подвергаемся опасности беспочвенно личностного восприятия Писания. И третье – это учащиеся, которые выделяют поведенческий элемент. Они названы деятельными. То есть это учащиеся, которые любят что-то делать. Им не важно, зачем, почему. Ему просто сказали, он идет и делает, не вдаваясь в подробности, для чего он это делает, и как это повлияет на его жизнь. Проблема такого отношения в том, что в результате его может возникнуть деловой подход к изучению Библии, ведущий к переутомлению и чувству вины. Не понимая, почему они это делают, не обладая личной оценкой происходящего, эти учащиеся просто проходят по этапам, пока не наступит износ и они не сдадутся. Наша задача как преподавателей состоит в том, чтобы достичь баланса и равновесия во всех этих трех сферах. Триада также отразилась в собственном служении Иисуса. Он был пророком, провозглашавшим Царство Божие. Он использовал истории и примеры, чтобы объяснить, что такое Царство Небесное. Он представлял перед людьми Бога Отца и провозглашал Слово Божье. Как пророк Иисус обращал внимание на объективный элемент жизни Царства. Далее, Иисус был священник. Он любил людей и отдал за них свою жизнь. Он исцелял их от болезней и утешал. Он служил им. Как священник Иисус уделял внимание субъективному элементу жизни Царства. И третье, Иисус был Царем. Он выбрал двенадцать учеников и обучал их действовать. Наша духовная мудрость проявляется в том, как мы исполняем Его Слово. А не в том, как понимаем. Как Царь Иисус обращает внимание на элемент действия в жизни Царства. Иисус проявил в Своем собственном служении и преподавателе в Своей собственной жизни равновесие, которое мы должны воспринимать как идеал. Он наш образец в попытках установления равновесия в нашей собственной жизни и служении. И как же нам помочь учащимся думать, чувствовать и исполнять? Естественно, автор дает несколько советов. Первое – это понятия, а не слова. То есть, например, он дает такой пример, когда мы берем слово, например, «идти». И нужно написать его восемь значений. И здесь приводятся примеры, например, «Джонни идет домой», «идет дождь», «Сюзи идет это платье», «Дела идут прекрасно» и так далее. То есть, здесь слово одно и то же, но значений у него много. Одно и то же слово может выражать разные понятия. И нам нужно обращать внимание на библейские значения, понятия и принципы. Не останавливаться на заучивании слов. Второе – это вопрос, а не ответы. Вы поможете учащимся думать, если будете задавать им вопросы, а не давать заранее подготовленные стандартные ответы. Постарайтесь, чтобы они понимали то, что они отвечают. Помогите им обнаружить, какие ответы дает на ваши вопросы Бог. Третье – это проблемы, а не решения. То есть, ставить перед ними проблемы, а не давать уже конкретные решения. Например, если говорить о теме прощения. То есть, если мы дадим конкретно пять пунктов о том, что такое прощение, это никак не произведет, да, ну, особо не коснется. Но мы можем дать эти пять пунктов, потом спросить, а как конкретно вы можете использовать эти пункты в своей жизни. И когда они начнут задумываться над этими пунктами, начнут думать о том, как они могут поступить в конкретном случае, это уже как-то повлияет на них. Сейчас мы прервемся на одну секунду и поговорим о том, что вот этот вопрос еще раз закрепить в памяти. Проблемы, а не решения. Итак, проблемы, а не решения. Интересует вас эта тема? Надеюсь, что да. Потому что мы с вами часто уже знаем готовые решения. Те решения, которые мы переработали, мы выработали с болью в нашей душе, нам хочется этими решениями поделиться. И когда мы ими делимся, не всегда люди воспринимают это так хорошо. Помните, когда ты говорил, что жизнь маленького ребенка – это жизнь ягненочка, потом он начинает ходить, это жизнь козленочка, потом начинает прыгать и бодаться, жить теленочка, потом начинается человеческая жизнь. Некоторых из нас она сейчас как раз и в самом полном расцвете сил. А затем после свадьбы начинается лошадиная жизнь, работа, 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 проблемы, трудности и так далее. И потом, когда мы выходим на пенсию, у нас начинается собачья жизнь. Собака на прелизе, она уже умная, она уже все знает. Она лает, а ее никто не слушает. Вот в этот момент очень хочется поделиться своим жизненным опытом. Но мы его не можем почему-то передать, и нас особо никто не слушает. Дальше уже к старости, за 70, это обезьяна, обезьяня жизнь. Просто сидит на печке, она пытается, да уже даже не пытается, наверное, что-то сказать, все равно слушать не будут. Итак, как сделать так, чтобы нас слушали? Выдавать готовые решения или ставить проблемы? Почему? Ну, потому что, если люди получают просто как информацию, она как информация у них и останется. Но когда они пройдут через это, они будут понимать, как ее использовать, вот эту идею или ту информацию, которой им это была дана, как они ее могут использовать. А что, если люди разрабатывают для себя, кто же был Христос? Он истинный Бог или Сын Божий? А потом подсчитают они на занятиях, скажут, вот Сын Божий, да, правы иеговисты. И в вашем классе придут к неверным богословским понятиям. Не опасно ли это? Это опасно для этого преподавателя есть. Так, и что тогда преподаватель должен делать? Ну, правильный, наверное. Преподаватель должен дать правильное направление. К обучению. Это важно. Так, какие у него есть методы? Ружо? Есть ружо, есть и прядь. Кнут и прядь. А есть и просто, то, что называется мозги. Если правильно преподать то, что он хочет преподать, тогда это будет доходчиво, наверное, и дойдет именно до того, до той цели, которую он хочет достичь. Вот представьте, если преподаватель компетентный, действительно, скажет, ребята, как мучились люди в третьем, четвертом, пятом веках. Вот арианская ересь. Как они бились тогда? Христос был Бог первого порядка или второго? Как с большими муками, с молитвами вырабатывались учения о Троице, что Христос все-таки Бог, и Он всегда был? И вот смотрите, какие места в Священном Писании. И вот эти, мы с помощью этой информации можем подсказать людям, дать им, даже опять не привести к последнему решению и не дать последнее решение, а выложить эту информацию. Вот так люди приходили к этому. Как мы сейчас с вами придем? Если у нас есть достаточно компетентности по этой теме, мы поможем людям открыть эту тему. Да, действительно, здесь мы иногда бываем, так, балансируем, иногда бывают сложности. Но когда вот такой баланс, представляете, какое эмоциональное напряжение в группе, когда вопрос стоит, прав или не прав, где истина. И я думаю, это делает еще более интересным. Итак, все-таки, мы можем с вами сейчас изучить и сказать, что да, хорошо людям предлагать не решение, а проблемы. А завтра начнем составлять план и видим, что готовые решения гораздо проще и легче передавать. Вот они уже выстроены, перепиши и передай. Главное, чтобы они запомнили, не получится ли у нас так. Ведь они уже выработаны, они уже хорошо сформулированы. А задача, если вот в интерактивной форме вырабатывать решение, более сложная задача. И порой медленнее люди приходят к этим решениям. Все мучения первых христиан, первых соборов вселенских, можно собрать в короткий символ веры, передать, сказать, чтобы заучили, и все. Как мы будем делать? Мы будем вначале промышлять о той или иной проблеме. Просто кто как думает и какие у него соображения. А потом, как бы, ту информацию, которая уже есть, ну, этим просто подытожить, сказать, что вот люди раньше нас вот так вот определили, нашли вот такое решение. Вот в этом сложность. И она будет в вашей жизни. Как сделать так, как вот эту живую дискуссию, атмосферу живой дискуссии создать, чтобы люди искали. Важно, с какими данными, с какой базой приходят люди на эти занятия. Поэтому не ставьте слишком сложные задачи. Основывайтесь на той информации, которая у людей уже есть. И, конечно же, будут и трудности. Но все равно, то, что добыто, то, что выстрадано, то, что продумано, это личное знание человека. Оно дороже для него. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com И продолжаем дальше. И последний совет, который мне дает автор, это примеры, а не факты. То есть, приводить конкретные примеры. Например, любовь. Первая корень, 13 глава. Любовь долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится. То есть, мы можем им об этом рассказать. Но мы должны привести конкретные примеры, которые есть в жизни. То есть, как проявляется любовь в долготерпении, как она проявляется в милосердии, как она не ревнует, как она не гордится. То есть, конкретные примеры, которые будут яркими, запоминающимися, чтобы люди поняли, как конкретно применять в жизни. Потому что все мы можем знать какие-то местописания, цитировать их наизусть, но никак не применять их в жизни. И наша задача именно не просто донести до учеников знания, но донести до них, как они могут использовать эти знания в своей жизни. Также была одна история, когда один мужчина, автор беседовал с пастором, который занимался детским служением в церкви, и один мальчик, он спросил, кому нужна помощь, один мальчик поднял руку и сказал, что ему нужна помощь, и после служения они пошли разговаривать, и мальчик, сидя у пастора, начал плакать и рассказывать ему, что у него большие проблемы, то, что у него с родителями проблемы, то, что у него в школе проблемы, и он искал совета, поддержки, а пастор ему сказал, знаешь, что мне все равно, все, что ты мне сейчас рассказываешь, я знаю одно, ты грешник, ты идешь в ад, и тебе нужно спасение. Мальчик, ну как бы был настолько шокирован, удивлен, он убежал, заплаканный, и как бы, не знаю, приходил он еще в эту церковь или нет. И автор говорит о том, что он говорит, я теперь каждый день молюсь, чтобы в жизни этого мальчика появились люди, которые могли бы явить ему, именно явить Божью любовь, потому что наша задача, то есть, ну, пастор был прав, да, то есть, мы видим, что его теория была абсолютно права, и он сказал все правильно, но как это отразилось на жизни мальчика, ну, какой опыт он приобрел, да, пообщавшись с ним, решились ли его проблемы, то есть, нет, естественно. Сказал ли он все правильно, когда сказал, что не интересуют, какие там у тебя проблемы? Нет, то есть, я имею в виду с какой-то библейской точки зрения, да? А, с библейской точки зрения, да, но самая главная проблема, конечно, это грех. Процитировал, да, как бы, вот, но в этой, ну, правоте не было ни капли ни заботы, ни сострадания, ни сочувствия, как бы, к человеку, поэтому, то есть, вряд ли он как-то смог повлиять на жизнь этого мальчика. Мы будем двигаться к установлению эмоциональной теплоты на занятия, если обратим внимание на рассказ о собственном опыте, обмен опытом между членами класса. Будем принимать их такими, какие они есть, в меру используя юмор и создавая доверительную обстановку. Также у автора был такой пример в жизни, когда он готовил одно занятие, очень долго, там, 5-6 часов на него потратил, вот, он преподает в классе для глухих, и он встретил однажды, ну, одного из своих учеников в городе, и, ну, последовал рассказ, ну, диалог, и он у него спросил там, как тебе понравился вот наш урок в воскресенье? Он такой, ну, да, понравился он, а что тебе вот больше всего запомнилось на этом уроке? Он, ты не помнишь, он был давно, ну, была среда, а урок был в воскресенье, вот, то есть, ну, он такой, ну, может быть, тебе понравилось там то, что мы там из Библии почитали, может, тебе запомнилось это место? Он говорит, ну, да, мы Ветхий Завет вроде читали, он, да нет, мы там Ефесянам читали. А, да, точно, Ефесянам читали. Ну, вот, а что тебе, ну, оттуда запомнилось? Ой, ну, я уже не помню, но это было давно. Вот, как бы, то есть, автор был настолько поражен тем, что он, ну, 5-6 часов потратил на подготовку к уроку, использовал, ну, там, все, что только мог, нашел все, что только мог, и этот урок, ну, никак, ну, не запомнился для учеников. И он предлагает нам, тоже, как помочь учащимся применить, ну, выученное на практике. И он предлагает два основных способа, и третий способ, ну, как, ну, можно использовать, можно нет. Значит, первый, это заставлять учащихся размышлять над понятиями и применением истин Писания. Заставлять? Да. Или побуждать? Он сказал заставлять. Я, мне, как-то сложно мне воспринимать, когда в проповеди люди говорят, мы должны, мы должны, мы должны. Я бы советовал заменить это на призванный. Так и здесь. Побуждать или вдохновлять и так далее. Да, и второе, это также помогать учащимся ценить истины Писания и их применение. И последний способ, который он дает, просто как, ну, вспомогательный, это способ заданий. То есть, когда вы даете учащимся задания, которые должны они выполнить самостоятельно, то побуждаете их вспоминать то, что вы проходили в воскресенье, ну, во время, в течение недели. И это будет, ну, помогать им сохранять знания. И последнее, ну, о чем он говорит, это о том, что кроме всего того, о чем мы уже говорили, автор считает, что есть еще один элемент христианского роста, который значительно важнее, чем все то, ну, что обсуждали ранее. Это наша воля, наше я. То есть, духовный рост начинается, когда мы становимся способными подчинить Иисусу свою волю и жизнь. Духовный рост – это обучение тому, как позволить Иисусу быть Господом, не просто теоретически и богословски, но в самой нашей жизни. То есть, научить подчинять, ну, свою плоть, свои желания, свои мысли, все, что у нас есть полностью, нашу жизнь, именно Иисусу как Господу и Спасителю. Не просто сделать из учеников, каких-то богословов, магистров, которые будут очень умными, будут много знать, да, но сама их жизнь, она никак не будет влиять на людей, которые будут их окружать. Все, что они будут делать, это только знать истины, которые никак, ну, даже не изменят каких-то людей вокруг них. То есть, они должны действительно найти Иисуса как своего Господа и как своего Спасителя и постоянно использовать это в своей повседневной жизни. Итак, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok